На их нежных плечах держатся индустрия красоты, школы танцев, студии, дизайны интерьера, детские центры, цветочные магазины. Вместе эти прекрасные дамы – команда Раменского отделения общероссийского сообщества «Нежный бизнес». В преддверии Международного женского дня глава округа Виктор Неволин провел встречу с бизнес-леди. Он называется именно «Нежным», потому что в основном это все-таки женщина, чтобы он развивался. Потому что очень существенный сегмент экономики Раменского городского округа за счет нежного бизнеса, за счет малых предприятий. Женщины более активны, более как-то бизнес захватывают, но при всей вот этой какой-то силе женской нам не хватает все-таки мужской какой-то такой поддержки. И когда администрация идет на встречу и слышит нас, не просто слушает, а вот прям реально слышит, это очень важно. И с такой поддержкой администрации, торгово-промышленной палаты, с поддержкой наших мужчин, мы же женщины готовы в горы свернуть. «Нежный бизнес» – это крупнейшее сообщество женщин-предпринимателей в России. Оно объединяет порядка четырех с половиной тысяч участниц по всей стране. Многие из них – мамы и жены, готовые помогать другим. После объявления мобилизации Маргарита Удалова тотчас принялась собирать гуманитарную помощь. «Помогаем, сами возим, сейчас готовимся к очередной поездке в зону ИСВО». Женщины-предприниматели – это особая каста. Именно их бизнес-проекты зачастую носят социально ориентированный характер. «Мы поддерживаем семьи, у кого есть дети с особенностями развития, неважно, инвалидный статус есть или просто УВЗ. Мы поддерживаем психологическую помощь, обучаем профессиональным навыкам подростков, маленьких детей, помогаем им развиваться. У нас есть в партнерстве прекрасные логопеды, дефектологи, психологи, нейропсихологи. В общем-то, у нас очень много уже специалистов за два с половиной года». А еще Виктория Мудрынина – наставник подросткового движения «Сфера роста». «И на базе этого существующего проекта, реального проекта, подростки будут учиться создавать бизнес, то есть правильно распределять обязанности, начислять налоги, самый важный тоже момент, ну и себе зарплату тоже определять. В общем-то, все такое реалити, играем в бизнес, но под строгим контролем специалистов». В ходе встречи прозвучало множество предложений по дальнейшему сотрудничеству между администрацией округа и сообществом «Нежный бизнес». Также было принято решение проводить подобные встречи на регулярной основе. «Лично я провожу для города два конкурса для детей, школ. Это абсолютно для них бесплатно, устраиваем полностью силами нашей студии. И я очень рада, что всегда вижу поддержку, чувствую от администрации. Поэтому в этом году, я думаю, мы снова будем взаимодействовать, и конкурс пройдет на ура». «Мы поздравляем с замечательным праздником, Международным женским днем. Все пожелания только добрые, конечно же. И устойчивости бизнеса, и благополучия в семье, и, конечно же, всем нам мира». Екатерина Фролова, Андрей Плустунов, Игорь Чернышев. Для программы «Городские вести».